По сути события, да? Типа кризис у нас. Да, естественно, типа кризис, ну, в первую очередь, он отрывается на ком? Он отрывается на работниках телевидения, да? Все перестают деньги платить за телевидение. Пожалуйста, не платите деньги за телевидение. Так, чтобы вам стало еще больше и в конце концов понятно, первоначально кризис был 2009 года, 2008 года, помните, да? То есть в 2009 году вы также выходили, вот везде и всюду стояли эти баннеры. Вы идите сейчас везде и всюду и посмотрите. Так вот, везде и всюду эти баннеры были пустыми. Ну вот, везде и всюду, и это, естественно, отразилось на работниках телевидения. Потому что, потому что все решили сэкономить на рекламе. Договорились, договорились, пусть так и будет. Но в 2009 году, я вот, посмотрев на все это состояние души и тела, себе сказал такую тему. Я себе сказал вопрос такой и задал его, и ответил. Я сказал, ребята, нежели богато, нифига начинать. А вот, сегодня и сейчас, да, я просто ездил вчера по городу, да, и смотрел, как ездят люди вечером, ну, в час пик, естественно. Вот, никто не ехал никуда не быстро, все так. Ехали. И потихонечку. И я посмотрел, в принципе, это были работники комбината, и все, кто работают на левом берегу, которые возвращались в замечательный город Медалургов, кто располагается на правом берегу. Вот, я подумал, что, возможно, о чем вы сейчас думаете, ребят? То есть, вы, наверное, думаете, куда бы вы потратили свои деньги. Хотя, по сути, я еще раз объясняю, никакого кризиса в природе не существует, в России в том числе. Просто, видите, у нас очень много журналистов, которые начинают, по вам, по ушам проезжать. Так ли это на самом деле? По-моему, это абсолютно не так. По одной простой причине. Давайте просто, просто, вот посмотрите внимательно на меня, да, и посмотрите, и скажите, вот, количество цен, оно сильно увеличилось? Я вам серьезно скажу, что вот сегодня и сейчас мясо я покупаю по 165 рублей за полтушки. Светофор, приедьте, и возьмите себе нормальные полтушки. Или передок, или попку. Вот. Хлеб, ну, чуть-чуть припонял, ну, чуть-чуть, ну, рубль, не больше. Бензин и газ упали в цене, упали в цене, посмотрите внимательно. Ну, насчет квартир, ну, понятное дело, что вообще в халяву сейчас можно купить. То есть, о чем, о каком, вообще, о каком кризисе мы говорим? Никакого кризиса нету. Да, естественно, вам немножко придется подождать, ну, подождите год, два, три. Потому что, ну, в 98-м году был кризис, да, жесткий, и доллар хорошо сиганул. Вот, но, тем не менее, в 2001 году я поехал в первый раз за границу. Ну, в смысле, это был не в первый раз за границу, но мы поехали туда. Как раз у меня свадьба была, и мы спокойно скатались, и посмотрели, в том числе и Турцию. То бишь, ребят, если вы тратите бешеное количество денег на продукты питания, я вам скажу, посмотрите на меня. Я такой же человек, как и вы, ничего в этом деле не поменялось. Вот, и в отличие от вас, я два года взял себе культиватор, разрылил свою целину, посадил еду. И, честно говоря, вот в этом году, я, когда моя супруга куда-то ходит покупать что-то, я объясняю, девушка, а зачем ты все это дело покупаешь? Ну, немножко мяса можно купить, рыбы, естественно, тоже. Знаете вы, где все это продается? Не надо покупать в торговых центрах. Вот, на базар, ой, на север езжайте, ну, где рынок зеленый, там все покупаете, все, действительно, халяву стоит, уж поверьте мне. Ну, если уж что-то не хватило, то вот метро есть, там тоже, и, в принципе, все дешево. Кроме всего прочего, и Ашан есть, и лента. Посмотрите внимательно. То есть, мы столкнулись с тем, что к нам приехали дискаунтеры, которые ломают эти цены, по сути-то. Вот и все. То есть, никаких проблем нет. Я вам объясняю. В данном, и в данном конкретно случае, тратьте деньги на себя любимых. Ну, пока не поездить, ну, надо подождать немножко.